Здравствуйте! 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 Стартовала новая ежегодная кампания с 1 января 2020 года. На что следует обратить внимание? Кто должен заполнить декларации, как это сделать? У нас, да, ежегодная акция начинается с начала нового года, заканчивается как и в прошлом году, как и за год до этого. Сроки не изменялись 30 апреля, то есть до 30 апреля физические лица, граждане, получившие доход, с которого не удержан налог, налоговыми агентами должны представить декларацию по форме 3НДФЛ и в срок до 15 июля заплатить налог. Самые распространенные категории, которые должны представлять декларацию, чтобы люди понимали, это реализация объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в собственности менее 5 лет. Есть ограничения, где не 5-летний, а 3-летний период в законе. Соответственно, самый распространенный, опять-таки, случай, порядок наследования от близких родственников, там 3 года, а не 5. На все остальные сделки срок, соответственно, 5-летний. Выигрыши в лотереях от 4 до 15 тысяч, то есть незначительные суммы. Если сумма более значительная, то вам при выплате удерживает, соответственно, налоговый агент. И, соответственно, любые формы дохода, полученные от физических лиц или организаций по гражданско-правовым договорам, с которых не удержан налог. То есть, соответственно, если вы оказали какую-то разовую услугу, с вас не удержан налог, вы должны понимать, что вы должны предстоять декларацию по форме 3НДФЛ и, соответственно, налог уплатить. Вы обозначили эту дату 30 апреля. Что будет, если до этого срока не подать декларацию? Существуют ли какие-то санкции? Да, соответственно, если вы в свое время декларацию не представляете и налог не уплачиваете, то законом предусмотрены штрафные санкции 5% от суммы неуплаченного налога, но не более 30%, и, соответственно, не менее 1000 рублей. То есть, если вы в свое время не представили декларацию, представили ее с нарушением срока, вы автоматически платите минимум 1000 рублей сверху, то есть сумма налога, который вы должны заплатить. А, наверное, тоже сразу скажу, очень много вопросов, чтобы люди понимали вообще, что такое НДФЛ. НДФЛ – это налог с доходов. Соответственно, при исчислении этого налога учитывается как доходная ваша часть, так, соответственно, вы имеете право заявить расходы. То есть, если мы говорим, к примеру, о недвижимом имуществе, покупка квартиры, самый банальный случай. Вы купили квартиру и ее продали. Если вы продали ее, соответственно, по большей стоимости, вы платите налог. Если вы ее продали по меньшей стоимости, соответственно, налога у вас нету, но, тем не менее, декларацию вы в любом случае должны представить. То есть, тоже очень важно понимать, что с прошлого года в законе есть ограничение, которое связано со стоимостью продажи недвижимого имущества. Вы не должны продавать, не можете, точнее, продать квартиру дешевле 70% кадастровой стоимости. Если вы продали ее дешевле 70% кадастровой стоимости, то при представлении декларации, соответственно, налоговая инспекция вам сумма дохода вашего до 70% кадастровой стоимости увеличит. То есть, это важно понимать. Да, а как заполнить декларацию, представить? И есть ли какие-то изменения в самой декларации, на что обратить внимание? На самом деле, форма декларации, она меняется каждый год. Под каждую декларационную компанию Федеральная налоговая служба разрабатывает специальные предложения. Соответственно, в текущем году она называется «Декларация 2019», потому что это о доходах за 2019 год. На сайте вы можете скачать эту программу, которая достаточно легко и удобно помогает заполнять декларацию. А если нет желания скачивать программу и являетесь пользователем личного кабинета налогоплательщиков физического в лица, то там есть возможность заполнения декларации, соответственно, без скачивания этой программы. Ну, раз вы заговорили о личном кабинете, как быстро можно зарегистрироваться в нем, что для этого нужно сделать? Напомню телезрительным, хотя знаю, что рост идет налогоплательщиков, которые регистрируются. Да, пользователей у нас с каждым днем становится все больше и больше, потому что это на самом деле удобно. И это такой способ, который позволяет бесконтактно общаться с Федеральной налоговой службой абсолютно по любым вопросам. Соответственно, вам не нужно ходить, не нужно стоять в очередях, не нужно ждать. Соответственно, если возникает вопрос, вы пишете обращение, вам на это обращение в кратчайшие сроки отвечают. Ну, банально это очень удобно. Единственная, наверное, сложность и минус, которая связана с подключением к личному кабинету, это то, что вам необходимо хотя бы один раз прийти в инспекцию с паспортом, соответственно, чтобы получить пароль от этого личного кабинета. Тоже людям важно понимать, если вы пароль от личного кабинета потеряли, соответственно, опять-таки, вам нужно будет идти с паспортом. Почему это так? Почему мы не можем там эти пароли как-то рассылать и так далее? Потому что сведения о вашем имуществе в личном кабинете находятся, которые составляют налоговую тайну. Соответственно, мы являемся хранителями этой тайны. Чтобы не было никаких источников информации, мы должны удостовериться, что лицо, которое получает пароль от личного кабинета, является, соответственно, тем лицом, которое им будет пользоваться. Поэтому один раз с инспекцией нужно прийти. Это занимает буквально пять минут времени. Вы приходите с паспортом, пишете заявление, вам отдают пароль, вы уходите. То есть много времени вы не потеряете. Но пройдя один раз, соответственно, вы избавляетесь от необходимости хождения в налоговую орган каждый год. Потому что, как правило, у людей возникает проблема с тем, что там не хочется идти на почту в очереди ставить, чтобы получить налоговое уведомление по имущественным налогам. пользователь личного кабинета все налоговые уведомления получает в электронном виде. То есть вы, подключившись один раз, избавляете от необходимости в принципе куда-либо ходить для получения каких-либо документов, связанных с работой Федеральной налоговой службы. Но вообще можно обратиться еще в МФЦ и тоже так же подать декларацию. Еще одна возможность. Проблема. Вы можете эту декларацию подать лично в инспекции через законного представителя по доверенности. Может человек прийти, соответственно, подать в инспекцию декларацию. Кроме того, конечно, вы можете и через МФЦ это сделать. Но, опять-таки, повторюсь, самый простой и удобный способ, это, конечно, личный кабинет. Все подробности о подаче декларации мы узнаем из ролика, но потом продолжим разговор. Федеральная налоговая служба напоминает о ежегодной декларационной кампании. Вам нужно подать налоговую декларацию за прошлый год, если вы продали ценные бумаги или имущество, которым владели менее установленного минимального срока. Сдавали квартиру или имущество в аренду. Получили ценный подарок не от близких родственников. Получили доход от зарубежных источников. Или деньги, из которых не уплачен налог. Подать декларацию нужно до 30 апреля, а оплатить налоги по ней до 15 июля. Если вы подаете декларацию только чтобы получить налоговые вычеты, вы можете это сделать до конца года. Заполнить и сформировать налоговую декларацию можно с помощью специальной программы, которую можно скачать на сайте налог.ру. Вы также можете заполнить и подать налоговую декларацию в вашем личном кабинете налогоплательщика. Если вы не имеете доступа к своему кабинету, обязательно получите, это очень удобно. Подать налоговую декларацию просто, но если есть вопросы, спрашивайте. В дни декларационной кампании налоговой инспекции работают дольше, в том числе и по выходным. Проводят дни открытых дверей и семинары по вопросам правильного заполнения декларации. Приходите, мы вам поможем. Какие еще действия нужно предпринять налогоплательщикам, чтобы платить налоги и, в частности, то, что касается налога на профессиональный доход, так называемые, какие-то изменения уже произошли, на что нужно обратиться внимание? У нас, да, это очень важные изменения. У нас Самарская область с 1 января 2020 года вошла в эксперимент по применению специального налогового режима налог на профессиональный доход. Очень важно понимать, это не новый налог, это новый налоговый режим, который разработан для, наверное, самой проблемной категории граждан. Я, наверное, начну с того, что я объясню вообще, почему Федеральная налоговая служба к этому пришла. Такого режима нет ни в одной стране мира. Этот режим специально разрабатывался, чтобы вывести безболезненно людей, которые находятся в теневом секторе экономики. Я достаточно много публикаций читал про теневой сектор экономики, его объем там измеряется в триллионах рублей. Соответственно, по оценкам независимых экспертов тоже я такую цифру встречал, что в теневом секторе экономики в Российской Федерации задействовано 22 миллиона человек. Это, соответственно, примерно 30% трудоспособного населения. То есть эта цифра, она просто поражает и, соответственно, очень глобальная и очень сильно, соответственно, люди, которые находятся в этом секторе, они ущемлены, в частности в доступе к различным благам, кредитным ресурсам и так далее. И, соответственно, Федеральная налоговая служба совместно с Минфином, с правительством разработала специальный налоговый режим, который начал применяться с прошлого года в четырех субъектах. Это Москва, Московская область, Татарстан и Калуга. Соответственно, за время эксперимента выручка суммы дохода, которые задекларировали люди, которые начали применять этот режим, она составляет более 300 миллиардов рублей. То есть это только по четырем субъектам значительная часть такая дохода. Что же это такое налог на профессиональный доход и кто его может применять? На самом деле сфера применения, она безгранична. Есть единственное ограничение, его применяют те люди, которые осуществляют какую-либо предпринимательскую деятельность без использования наемных работников. А есть такой перечень? Потому что это же очень разные виды деятельности. В том-то и суть, что закрытого перечня нет. Есть ограничение, когда нельзя применять этот режим. Первое ограничение я уже назвал. Это отсутствие наемных, присутствие точнее наемных работников. То есть есть люди, которым ты платишь заработную плату. Соответственно, у тебя права на применение этого режима нет. А следующее важное ограничение – это реализация товаров не собственного производства. Соответственно, если ты, к примеру, варишь кофе и продаешь, то есть готовый напиток то ты можешь использовать этот специальный налоговый режим. То есть ты покупаешь зерна, добавляешь воду, молоко и т.д. Изготовил готовый напиток и, пожалуйста, применяй специальный налоговый режим. Если ты занимаешься перепродажей, еда покупаешь кофейные зерна и продаешь кофейные зерна, Такой налоговый режим использовать нельзя. В чем же его самые главные преимущества, в чем его... Чем он выгоден вообще, да? Да. Вот мы с вами в первой части программы разговаривали про декларирование доходов, да? Все равно человек, да, скачивая программу, да, она легкая, понятная, но это какие-то дополнительные действия, это дополнительные сроки, то есть тебе нужно заполнить, приложить расходные документы. Все равно это занимает время и требует какой-то, хоть начальной, да, но квалификации, представления о том, что тебе вообще нужно эту декларацию представлять, поэтому, в принципе, мы каждый год компанию проводим, чтобы людям напомнить, что это надо делать. Применение же этого режима, оно исключает вообще какое-либо участие лица, который является плательщиком налогового профессионального дохода в формировании налоговой базы. То есть человек скачивает мобильное приложение. Для того, чтобы стать самозанятым, зарегистрироваться, не нужно абсолютно никуда ходить. Скачиваешь мобильное приложение на мобильное устройство, Play Market, App Store и так далее, то есть приложение называется «Мой налог». В этом приложении есть возможность регистрации по паспорту. Соответственно, фотографируешь паспорт данный, автоматически переносится, фотографируешь себя, сверяется фотография с паспортом, приходит код подтверждения на мобильное устройство, все, ты зарегистрирован в качестве самозанятого. Следующий твой шаг. Как платить налог, что для этого нужно делать? Ты продал чашечку кофе, к примеру, за 200 рублей. Ты нажал на одну кнопку, соответственно, у тебя операция твоя отразилась уже в базе для начисления налога. Соответственно, по итогам месяца программа автоматически для тебя рассчитывает ту сумму налога, которую ты должен заплатить, формируется платежный документ. Ты можешь оплатить по этому платежному документу через банк, через онлайн-сервисы банков, то есть без проблем. Либо ты можешь привязать банковскую карту, то есть у тебя сумма налога будет списываться автоматически. Соответственно, ни декларации, ни походов в налогу орган абсолютно ничего не нужно делать. Еще что самое важное для понимания, крайне низкие ставки налога. То есть, соответственно, мы, к примеру, с вами официально трудоустроенные люди, и с нас удерживает налоговый агент, наш работодатель налог в размере 13% НДФЛа. Я тоже самое сейчас говорил, там, сдача в наем квартир и так далее. 13% Если ты являешься самозанятым, то для тебя ставка налога, если ты работаешь с физическими лицами, 4%, если ты работаешь с юридическими лицами, ставка налога 6%. То есть таких ставок нет нигде в мире. И тоже очень важно для понимания, я понимаю, что в режиме монолога это так сложно воспринимается, а суть этого режима и его идеологии основаны на добровольности. То есть мы никого не заставляем становиться самозанятыми. Мы стараемся донести до людей, что это удобно и в ряде случаев выгодно. Я вот обмолвался про аренду квартир. То есть за текущий год люди, которые квартиру сдавали в аренду, за прошлый год, за 2019, они должны до 30 апреля представить декларацию. Если они сдают квартиру в этом году, они могут, соответственно, зарегистрироваться с качеством самозанятого, платить не 13%, а, соответственно, 4% либо 6%, если юрлицам сдаёте. То есть это как минимум для тех лиц, которые сдают квартиры, это в два раза выгоднее, чем, соответственно, представлять декларацию. Как я уже сказал, не будет у вас обязанности в следующем году представлять декларацию. Да. А какие-то, может быть, ну не советы, а что-то на дому и стригут, и там пекут торты, и ещё что-то, уроки дают. Это как раз-таки сделано для этой категории. На самом деле, по статистике, по четырём субъектам по прошлому году наибольшее количество самозанятых – таксисты. Ага, да, огромное. У нас сейчас распространены очень всевозможные приложения, да, где работают люди, занимаюсь извозом людей, соответственно, таксисты порядка 20% по опыту четырёх субъектов составляют одной зарегистрированных. Там и риэлторы, и репетиторы, и, соответственно, как вы уже сказали, сфера оказания услуг. Всё, что люди делают, на чём зарабатывают деньги, раньше находясь в тени, а что они теряли? Вот меня спрашивают, зачем нам это надо? Да, вот именно. Мы, образно, ничего никогда не платили, да, а сейчас нам вроде и мало, но всё равно что-то нужно заплатить. Это сделано для того, чтобы люди могли выйти из тени, у них будет легальный источник дохода, который в том числе позволяет получать доступ к нормальным кредитным ресурсам. Я не говорю о займах в микрофинансовых организациях, да, там, которые по паспорту выдаются с бешенными процентами. У нас крупнейшие банки разработали специальные программы, разрабатывали для четырёх субъектов именно для самозанятых. То есть декларируешь, показываешь свой доход, на основании этого дохода можешь прийти, там, взять ипотеку, кредит и так далее. То есть это специальная программа, это возможность выхода из тени и легализации своих доходов, что тебе, в принципе, позволяет чувствовать себя наравне с теми людьми, которые официально где-то трудоустроены. То есть это сразу после регистрации можно сделать или какой-то срок? Нет, конечно, сразу после регистрации у тебя в этой программе фиктируется сумма полученного дохода. На основании суммы полученного дохода банк рассчитывает, соответственно, ту сумму кредита, которую он тебе может выдать. То есть ты регистрируешься, проводишь операцию, у тебя накапливается определенная сумма дохода, банк это видит, исходя из суммы, он тебе, соответственно, выдает кредит. Я тоже не сказал, единственное, есть ограничения по сумме дохода в год. Если у тебя доход превышает 2 миллиона 400 тысяч рублей, то ты, соответственно, с режима слетаешь. Но, соответственно, как правило, это та категория людей, которые этот режим применяют, но у них такого дохода в год нет. Нет, не накапливается. Потому что сумма достаточно значительная. Тоже очень важный момент, людей пугает. Вот сейчас это 4%, мы сейчас зарегистрируемся. Да, и поднимут потом до 10 и так далее. Заставить нас что-то еще платить. В законе прописан мораторий 10-летний на изменение ставок налога. То есть 10 лет ставка налога абсолютно точно меняться не будет. Тоже вопрос, связанный с постановкой на учет. Да, бытует мнение, что встать легко, сняться очень сложно. Это на самом деле не так. То есть там проблем со снятием абсолютно никаких нет. Единственное, что нужно подавать заявление, опять-таки. Если это делать на бумаге, оплачивать пошлину. Сейчас, если в электронном виде подаешь заявление о снятии с учета, к примеру, в качестве ИП, это без оплаты пошлины, но все равно действия предпринимать нужно. Если ты зарегистрировался в качестве самозанятого, понял, что ты перестаешь заниматься какой-то деятельностью, больше не будешь, ты нажимаешь на кнопку и снимаешься. Все, делать ничего не надо. Все сделано максимально просто. И сделано таким образом, что по сути, да, мы не собираемся в отношении данной категории проводить какие-либо контрольные функции. У нас, во-первых, мораторий на проверки, то есть мы не проводим проверки в отношении самозанятых. Во-вторых, сама система построена таким образом, что человек должен хотеть нажимать на кнопку и показывать свои доходы. То есть это режим для тех людей, которые реально хочут честно выйти из тени, честно работать. То есть все построено на том, чтобы человеку было выгодно нажимать на эту кнопочку. И, соответственно, все дальнейшие шаги, которые будет предпринимать правительство, которые будет предпринимать Федеральная налоговая служба, они направлены именно на то, чтобы людям было интересно и выгодно использовать это приложение. И развиваться дальше. Еще дополнительную информацию узнаем из ролика о налоговом режиме для самозанятых. И продолжим. Налоговые органы стремятся создать простой и удобный сервис для самозанятых. ФНС России представляет новое поколение налогового администрирования, где все взаимодействие с налогоплательщиком от и до происходит в цифре. Этот инновационный подход, воплощенный в мобильном приложении, меняет представление о налоговом администрировании. С 1 января 2019 года ФНС России запустила новый пилот, нацеленный на решение проблемы учета доходов самозанятых лиц. Простое мобильное приложение вобрало в себя целый набор цифровых технологий, сделавших возможным этот удивительный прорыв в налоговом администрировании. Теперь человек может начать заниматься бизнесом в тот же момент, когда эта мысль пришла к нему в голову. Все, что нужно сделать, пройти процесс онлайн-регистрации и начать использовать приложение. Как только человек опознан системой, он полностью готов к тому, чтобы заниматься предпринимательством и платить налоги. Мобильное приложение ведет учет всех продаж. Мобильное приложение может немедленно выставить счет и послать его покупателю. У самозанятых отпадает необходимость в кассовых аппаратах. Оно автоматически сохраняет данные о всех операциях и ежемесячно рассчитывает размер налогов. Больше нет необходимости подавать налоговые декларации. Приложение позволяет учитывать доходы налогоплательщиков, получаемые при помощи цифровых платформ. Налоговые платежи могут делаться традиционно, но можно дать разрешение списывать их за связанные с приложением банковской карточки. Уплата налогов никогда не была легче. Бесконтактное транзакционное налогообложение становится реальностью. Еще какие-то дополнения, может быть, советуют? Да, этот режим могут применять в том числе и индивидуальные предприниматели, соответственно, которые сейчас зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. Сниматься им с учета не надо. Соответственно, единственное, что им нужно, им нужно подать заявление о том, что они прекращают применять другие специальные налоговые режимы, скачать приложение, зарегистрироваться, скачаться с самозанятых. То есть необходимости сниматься с учета нету, есть необходимость подачи заявлений, соответственно, и о прекращении применения других специальных налоговых режимов, таких как упрощенка и вмененка. В чем разница, да, скажем так, со статусом индивидуального предпринимателя? Дело в том, что есть такая норма, согласно которой, даже если индивидуальный предприниматель не осуществляет деятельность, ему, соответственно, начисляются фиксированные платежи пенсионка и пенсионное и медицинское страхование. Размер этих фиксированных платежей в год составляет порядка 40 тысяч рублей. Соответственно, плательщикам налога на профессиональный доход фиксированные платежи никакие не начисляются. Тоже у людей очень много вопросов, связанных со стажем и с пенсией. Обязанности уплачивать пенсионное отчисление на этом режиме нет, но если ты добровольно желаешь их уплачивать, ты их будешь платить, у тебя, соответственно, с этой уплатой будет идти и стаж, и, соответственно, сумма твоих пенсионных отчислений. А на медицинское страхование нужно? Нет. Тоже нет? Обязанности нет. То есть вы платите только 4%, больше никаких дополнительных платежей на этом режиме у вас не возникает. Но если у вас есть желание добровольно платить платежи на пенсионку на медицинское страх, пожалуйста, в ближайшее время обещают, что это возможность, в том числе добавят и в мобильное приложение мой налог. Соответственно, что если вы хотите платить дополнительные отчисления, то будет возможность это делать в приложении. На текущий момент вам необходимо прийти в пенсионную службу, и, соответственно, также вы добровольные отчисления можете им производить. Еще раз вернусь к индивидуальным предпринимателям, которые не осуществляют деятельность. Дело в том, что с текущего года внесены изменения в закон о госрегистрации, и с сентября месяца у нас будет возможность тех предпринимателей, которые не представляют отчетность, снимать с учета. Так, то есть не они сами, а вы будете... Да, да, порядок такой же, как по организациям, которые не представляют отчетность, будут сниматься с учетом. Соответственно, снятие с учета по нашей инициативе будет приводить к тому, что у лица будет отсутствовать возможность в течение определенного периода времени вновь зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Поэтому будьте внимательны. У вас до сентября месяца еще есть возможность самим прийти и написать заявление о снятии с учета. Кроме того, это выгодно еще и тем, что вам, соответственно, фиксированные платежи за весь этот год начисляться не будут, а будут начислены только до момента, пока вы являетесь индивидуальным предпринимателем. К сожалению, проблема очень большая. Очень много людей не знают, что им каждый год проводятся эти начисления. Потом очень много неприятностей, связанных с тем, что мы начинаем взыскивать эти фиксированные платежи, у людей удерживаются деньги заработной платы и так далее. Это неприятно, но, еще раз повторюсь, что обязанность по снятию с учета, она лежит на индивидуальном предпринимателе. Как раз у нас есть вопрос от Георгия. Он зарегистрировался как ИП, но деятельность не веду и не закрылся пока. Должен ли я платить страховые взносы? Ну вот я уже и сказал, что да, фиксированные платежи ему будут начисляться, они начисляются автоматически, составляют они 40 тысяч рублей. Сумма достаточно значительная. Если деятельность не ведется, нужно прийти и закрыть. Нужно написать заявление о снятии с учета в качестве индивидуального предпринимателя и все. Проблем там абсолютно с этим никаких нет. У нас есть еще вопрос от телезрителей. Касается компьютерной программы декларация на сайте налоговой службы. Она поможет исключить ошибки при самостоятельном заполнении декларации или нет? Да, как я уже сказал, эта программа, она очень понятная. Там пошаговое заполнение декларации. То есть вы не перескочите, не ошибетесь. Там понятный вопрос, там сумма дохода, сумма расходов. Единственное, что человеку нужно понимать, это когда он прикладывает расходные документы. Я приведу ряд примеров, да, когда мы принимаем расходы или не принимаем. К примеру, расходы на ремонт. Расходы на ремонт, к примеру, квартиры тоже, да, предусматривают контрольно-кассовые чеки. Без контрольно-кассовых чеков расходы эти не принимаются. Соответственно, практически, не практически, а абсолютно по всем видам расходов нам нужны документы, подтверждающие факт оплаты. Документом, подтверждающий факт оплаты, является кассовый чек. То же самое касательно и машин. Если у вас нету кассового чека, соответственно, даже есть договор на приобретение, вам эти расходы не подтвердят. Но людям не стоит отчаиваться. В законе, опять-таки, есть вычеты, которые предусмотрены законодательством по квартире, это миллион рублей. Если у вас нет расходных документов по машине, это 250 тысяч. То есть сумма дохода минус миллион или минус 250, с нее 13%. В том случае, если вы потеряли какие-то, соответственно, платежные или иные документы, подтверждающие ваши расходы. Что касается выигрыша в лотерею, тоже у нас есть вопрос на эту тему. Выиграл мужчина 50 тысяч рублей. Нужно ли подавать декларацию? И что с меня вычет, 13%? При выигрыше в 50 тысяч рублей с него уже 13% удержали. При выплате. Если бы он выиграл 40 тысяч рублей, ему бы необходимо было представить декларацию и заплатить с них 13%. Тоже есть у организаторов лотерея обязанность. При сумме выигрыша более 40 тысяч, они сами удерживают сумму налога, сами ее перечисляют. А на деятельность самозанятых накладываются какие-то ограничения, о которых должны люди знать? Ну, ограничения, как я уже сказал, кому нельзя применять. Еще раз повторюсь, сумма дохода, превышающая 2 миллиона 400 тысяч рублей. Если у вас есть наемные работники, вы не можете применять, это специальный налоговый режим. И перепродажа товаров, не собственного производства. Если вы сами что-то производите, вы можете применять. Если вы просто перепродаете, то, соответственно, нет. И еще очень важное ограничение. Сдача квартир. Соответственно, вы как лицо сдаете квартиру, вы можете быть самозанятым. Если вы сдаете коммерческую недвижимость, то, соответственно, этот режим не предусматривает при сдаче коммерческой недвижимости в аренду применение. То есть категория самозанятых? МПД, да, применять нельзя, если ты сдаешь в аренду коммерческую недвижимость. При этом, если ты сдаешь какое-либо оборудование, то, опять-таки, режим применять можно. Вот если взять, допустим, такой пример, что девушка выпекает торты и пирожины на заказ дома, то есть я так поняла, что она не каждый торт может отражать вот в этом, а через раз, допустим, и вот здесь никаких сделок с совестью нет, и что происходит? Почему вы говорите, что одну чашку кофе можно там пробить, зарегистрировать, а вторую нет? Я опять-таки сказал, что мы делаем все, чтобы человеку было интересно, и должно быть интересно, чтобы у нее сумма дохода была больше. Понятно, что будет больше налога, но тем не менее, сама сумма дохода, она у нее будет выше, и, соответственно, у нее будет больше возможности пойти взять кредит и так далее. Все настроено на это. И следующий момент, в отношении которого мы начинаем работать, чтобы интересно было вам получить от нее чек. Она, нажимая на кнопку, у нее мобильное устройство формирует чек. А, вот, вот это важная деталь. Так вот же, как контрольно-кассовая техника. Соответственно, этот чек вам, как потребителю, должно быть интересно получить. А, соответственно, мы сейчас и с правительством прорабатываем, и на уровне Российской Федерации тоже всякие программы разрабатываются, которые бы сделали так, чтобы людям было интересно получать эти чеки. Да, да, да. Допустим, какой-то продукт некачественный и так далее, и при чеке, естественно, можно какие-то определенные действия производить. Тоже очень важный момент, что применение этого режима исключает применение контрольно-кассовой техники. То есть вам не нужно применять контрольно-кассовую технику, если вы самозанятый, у вас функцию контрольно-кассовой техники выполняет мобильный телефон. Да, вот это вот важно. И еще одно преимущество. Спасибо за эту важную и полезную информацию. Наше время подошло к концу. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. Спасибо. Спасибо.